Ребят, гонка с преследованием продолжается. У меня камера тут, видно, трясет хорошо. Дорога такая бывает очень сильно трясет. И видно, может быть, поэтому, я не знаю, камера сама выключилась. Продолжение, короче, пытаюсь я не отстать от фуры. А рассказываю про то, что, ребят, очень странные, как там манера езды у американцев. Они тоже такие, смотрю, экстремалы, любители поэкспериментировать. Я о чем? По местности, по плоскою, человек может ехать 60 миль в час спокойно. Попадает вот на такие дороги, на горные, пошел с 60 на 65, 70. Явно еле вписывается в повороты и прет 65, 70. Потом на равнину выскочил, хоп, сбросил и едет 60 спокойно. Как будто у них фан, развлекуха. Прокатиться так. Как бы очень они такие, ребята, напористые. И ездоки, водителя такие, как бы, хорошие. У меня скорость, ребят, 69 миль в час, превышаю чуть-чуть. А, тут 70 разрешено. 69 миль в час прям, ребят, по извилистой дороге в гору. Я вот этого понять не могу. Ну, я уже так, как бы, знаете, попробовать. Дорога вроде сухая. Вот держусь за той фурой вдалеке, которая с электромобилями везет. 69 миль в час, ребят. Я вот не понимаю, что так как угорелым лететь. Не понимаю, и вот за ним держусь. Еду. А потом он спустится на равнину, на местность, и поедет спокойненько 65, снизит скорость. Я вот этого понять не могу. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Развлекаются как могут. Ребят, вот смотрите, впереди будет платный тол. Надо будет платить. И я вот уже один раз заплатил через изи пасс. У меня стоит на лобовом стекле устройство величиной со спичечный коробок. Транспондер на липучках. Лепится на лобовое стекло, чуть ниже зеркала заднего вида. И все, ты проезжаешь там, и с тебя автоматически списывают. Мне даже написали paid, типа хорошего пути, оплачено, счастливого пути. Тут же табличка прям загорелась у них. Я так потихоньку подъехал, ничего, ни деньги не платил, ничего, ни стекло не открывал. Подъезжаешь, где изи пасс написано. Только надо как бы попасть на ворота, где изи пасс. Тихонечко проезжаешь, и там бдынь так загорелась, оплачено, счастливого пути. Даже как бы засветилось. И здесь то же самое, вон смотрю, изи пасс. Сейчас я вам продемонстрирую, ребят. Просто для меня это как бы новый опыт. Я всегда открывал стекло, останавливался. Вот тоже он на изи пасс поехал с электромобилями. Тоже на изи пасс едет. Я всегда останавливался. Давал там, будь здоров, денежку давал. Вот он проехал, смотрите, теперь я еду. Вот под светофор, смотрите. Payt, thank you. Кто не успел, отмотайте назад слева. Светофор желтый. Тихонечко едешь и высвечивается. Payt, thank you. Оплачено, проезжай. Спасибо. В смысле, оплачено, спасибо. Все, с меня как бы автоматически сняли. С карточки там 3 доллара, 4 доллара, 5. Здесь, по-моему, 4 доллара. Очень удобно, потому что я говорю, раньше я там останавливался. Hello, hello, how you doing? Du-du-du-du. Сколько там с меня, если ты там не успел прочитать, сколько? Она там говорит, женщина или мужчина, столько-то. Я говорю, can I pay by card? Могу оплатить картой? Да, можете оплатить. Даю карточку. Она там ее берет, проводит, оплачивает, возвращает. Часову пути. Ну, все это время и как бы лишние напряги. Вот в одной бывают толы, где карточки не принимают. У меня недавно такое случилось, ребят. Я говорю, могу я оплатить карточкой, уже карточку ей даю. Могу я оплатить, и уже ей карту сую. Настолько я уже привык, удобно. 72 мили, ребят. 72 мили, я его обогнать не могу. Это вообще гонщики. Ребят, 75. 75 миль по горной дороге. Я не могу его обогнать. Ну, в смысле, могу, но что мне? 75, 80, что ли, 5 ехать? Не пойму я. Просто мне интересно. Везет электромобиль и карты. Вот эти. В гольф играть по территории наипохода ездить. На аккумуляторе машинка. Раз, два, три, четыре, пять. Десять штук, что ли, наверху и восемь штук внизу, по-моему. Пускай едет. Пускай едет. Он не хочет, чтобы я его обгонял. Потому что желтый вен будет его психику травмировать. Перед ним будет маячить что-то какая-то. Желтая машина. Не ехать. Он мне не дал обогнать. Глянь. Ну, он, видно, на своей волне. Он не то, что не дал. Человек прет 75 миль. А Саша за ним прет, не хочет отставать. Интересно стало Саше. Вот, спидлимит 70. Я его 75 не смог обогнать. А 85 я уже не поехал. Думаю, зачем? Вот, ребят. Так что я вот раз подъехал, не успел вам снять. Пожалел, думаю, не успел ребятам показать, как это работает. И второй раз прям все получилось. Мы едем, разговариваем, подъезжаем к Толу. Выбираешь там только ворота. Там 5 штук ворот или 6. И надо выбрать, написано, изи пасс онли. Вывеска горит, что только туда изи пасс. Так, попер он опять 75 и я за ним. Подъезжаешь, снижаешь до 5 миль в час. Тихонечко едешь. И там, видели, засветилось. Можете посмотреть. Пейт. Типа, до свидания. Оплачено. А, оплачено, спасибо. Тут же прямо. И у меня снимется там 4 доллара, по-моему, здесь снимается. Единственное, что будьте готовы, что снимется не сразу. А может быть сняться. Вот сейчас обед, 3 часа дня, да. А с меня могут деньги с карточки снять сразу. Могут через пару часов. А могут вообще завтра снять. То есть я проверяю карточку, а с меня ничего не сняли. Я такой говорю, о, помню, Кристинке как-то, за что-то было. Там, в другой ситуации. А с меня ничего не сняли, Кристин. А она смеется, говорит, пап, могут снять через час, могут снять через два. А могут снять и завтра, на следующее утро. Типа, не переживай. Они, говорит, снимут, не забудут. Это просто может позже произойти. Вот, и главное, чтобы на карточке были деньги. А если денег не будет, надо у Кристины спросить. Попозже снимут, просто когда положишь. Или там какие-то есть штрафные санкции. Хороший вопрос. Ну, че? Ну, че? А-а-а! Поворот! Я не вписываюсь в поворот. На двух колесах, на двух колесах, ребята. На двух колесах. Как он не хотел, чтобы перед ним маячил желтый вен. Он перешел там на пониженную. У него такой этот выхлоп пошел с трубой черный. Обогнал, ребят. Я думаю, это ненадолго. Сейчас он меня минуты через три опять обгонит. Но еду 75 миль в час, ребят. Сейчас вот эту обгоню и встану в правый ряд и поеду поспокойней. Вот тогда он меня опять обгонит. Не нравится ему желтый вен перед глазами. Но это моя версия. А так, я думаю, может, человек вообще едет на своей волне. Он, может, по жизни так ездит. Он меня, может, и не заметил. Вот кто-то попер типа 85. А потом, они, говорю, выезжают на равнину, спускаются с горы, спокойненько катятся 60-65 миль. Я не знаю, у них в этот фан такой. Фан проскочить так горы, покататься. Я не могу понять. Да, ребят, сейчас вы будете свидетели, что я был прав. Вот я сбросил на 65 и спокойно еду. Не, не получилось у него обогнать меня, потому что здесь крутая гора пошла. Сейчас он меня на равнине сделает. Тут затяжной подъем пошел сильный. А вот где он кончится, он сразу меня сделает. Ну что, гонщики, я говорю, фуры это гонщики номер один. Сколько раз я видел, как какая-нибудь фура гоняет какой-нибудь BMW легковое. Мигает ему, типа, давай, дай проеду. Бэха такая там в сторону, шарахается от него. И этот уходит в точку. Так что меня обгоняют, это ерунда, ребят. Под отстал, очень крутой затяжной подъем был, под отстал, товарищ. Ну, я думаю, он нагонит меня. Я, видите, уже по нему соскучился. Я знаете, ребят. Так, что-то он меня тут куда-то перекладывает. Вот этот Garmin, они иногда по-разному работают. Garmin так показывает. Например, а телефон, смартфон, гугль-карты по-другому показывает. Без разницы, ты и так, и так доедешь, ребят. Просто... Через полмили на развилке держитесь с левой стороны. Один может вести тебя по хайвеям, а другой где-то решил тебе срезать. По полям проведет тебя. Вот тут надо уже смотреть, думать. На развилке держитесь с левой стороны. Вот сейчас такая ситуация. Русская женщина в гугль-картах говорит, держитесь с левой стороны, я так и буду делать. А Garmin говорит, держитесь справа, уходите направо. Хочешь, чтобы я срезал. Не буду я срезать. Мне очень нравится 64-я трасса, вот по которой я еду. И китайский тоже, кстати, показывает. Джан Сан. Джан Сан показывает, чтобы я тоже прямо спокойненько ехал по 64-й. Тревел Плаза. Тревел Плаза это то же самое, что Рестерия. Сейчас справа будет. Вот такие покатухи, ребят, по горам в Западной Вирджинии. Вот здесь я поеду, ограничение 55 миль по скорости, из-за того, что стройка идет, дорогу строит. А товарищ вот здесь меня этот и сделает. Вот он, он, красавец, красава. Так, меня только не зацепит на повороте. Но здесь, видите, очерчена белая сплошная линия. Пересекать нельзя. Я не могу за ним ломануться. Не хочу нарушать. Белая линия сплошная. Пересекать не надо ее. По-моему, девчонка, что ли, была за рулем справа сейчас. С другой дороги что-то пытается воткнуться сюда. По-моему, девушка была. Вон она, смотрите, Плаза. Это как очень большая Рестерия. Там пара ресторанов. Большая зона отдыха, туалеты. Заправка. Вон справа красная проехали. Стоянка для фур такая капитальная. У них здесь очень хорошие вот эти Рестерии и Плазы для отдыха. В Западной Вирджинии. Кто будет путешествовать, заезжайте, вспомните меня. Очень все чистенько, комфортно и, ну так сказать, много услуг. Относительно много услуг для Рестерии. Здание полиции слева проехали. Вот этот товарищ что-то он не едет. А я белую линию не хочу пересекать сплошную. Чуть-чуть распогодилось. Как бы так солнышко проглядывает. Время 16.10. 10 минут пятого. Солнышко уже садится, ребят, не в пять вечера темно, а в шесть с копейками. Уже легче. Весна. Скоро весна. Слева, видите, интересно, такие наледи образуются. Видно, выходила вода на поверхность, стекала, как бы такие вот. Пробивалась вода, как бы, через почву. И слева она вся замерзла там висит в виде сосулек. Прочел плакат, сейчас был available. Ну, типа available. Место пустое, доступное для рекламы. Вешайте рекламу сюда свою, available. И у меня так по Фрейду в голове сработала цепочка. Думаю, ой, прям сейчас в голове. Я же это, забыл. Еду, не скидываю свои зип-коды. Думаю, вот это да. Я так еду уже, как бы, нормально. Я не скинул ни одного зип-кода. Товарищам моим диспетчерам. Думаю, надо скинуть же быстрее зип-код. Так, в голове это все за доли секунды. Лучше поздно, чем никогда. Небось, звонили мне. Или смс-ку писали, типа... Через 2 мили сверните на съезд налево. Пожалуйста, ваш зип-код обновите, апдейт. А я еду с утра, ни разу зип-код не скинул. Это вот уже все, профессиональная болезнь, ребят. Потом думаю, Саша, какой зип-код? Ты груз не везешь, ты пустой, едешь домой. Заработался, товарищи. Побочный эффект. Видите, как система подклинивает. Зип-код не скинул, еду с утра. Не отзвонился, ничего. Потом вспоминаю, что я домой еду. Так. Справа... А, это церковь. Это шпиль церкви справа. А то они еще, бывает, на перевалах ставят такие, типа, как памятнички небольшие. Там самая высокая точка бывает. Столбики стоят. Ну, вот так, ребят. Если что-то будет еще интересно, еще включусь. Ребят, очередное включение. Дорога здесь раздваивалась, расстраивалась на разные направления. На юг, прямо, налево. Как в сказке про трех богатырей. А я летел что-то под 70 миль здесь по горам. Ну, все сообразил, повернул вовремя. Справа просто вот показал вам лед. Лед. Вода, стекала, видно, со скал. И вот так, видите, выступает в виде такого замерзшего льда. Хорошая 64-я дорога. Я по ней чуть-чуть ехал. Миль 50, наверное. Может, 30-40 миль. Вот от Чарлстона. Миль 40, наверное, я ехал по ней. А потом я уходил, срезал там на какие-то, по-моему, на 65-ю или 60-ю. На какие-то хайвэи я уходил поменьше. И как бы там перевалы круче. Там немножко так мучаешься, потому что очень крутые подъемы и спуски. Вот. А здесь 64-я сказка. Для Апалачей, для того, чтобы переехать Апалачи. Это просто сказка, ребят. Ну, 70 миль стоит ограничение официальное. Ты можешь ехать 70 миль через горы, не нарушая закон. Спит лимит. Вот я не знал, я уже далеко по ней уехал. Наверное, миль 100 проехал, я, мне кажется. Очень мне понравилась 64-я дорога. Я раньше мучился. Я то по 33-й, по старой. То там, по-моему, 55-я или 60-я от Агая ехал. Правда, повыше, да. Как бы вроде срезаешь. Но я так мучился, ребят. Я вот до того не люблю вот эти подъемы и спуски. Особенно, когда ты груженый. Движок там на пониженную. Потом на две пониженных. Там 3,5 тысячи начинает тахомер давать. 64-я, сбрасываешь скорость, чтобы так машину не нагружать. Потом ты ее не можешь набрать. И вот ты так как бы устаешь. А здесь вот я еду 65-70, 65-70. Через Апалачи бру. Гляньте, три полосы в одну сторону, три полосы в другую. Это просто сказка. Да, вот чуть-чуть бетоночка пошла. Такая немножко потряхивает, как на бетонке асфальт. Полосками сделан. Но, ребят, я еду 65-70 миль через горы. Это вообще сказка. Я буду теперь активно здесь кататься. Ну, не то, что там активно кататься. Вышел такой, как неадекватный, да, из дома. И поехал по 64-й кататься. Тут и сюда. Нет, просто я буду знать, что эта дорога очень хорошая, скоростная. И у меня, если будет нужда переезжать Апалачи вот в этой местности, то я буду знать, что по 64-й можно ехать отдыхать. Кто, ребята, на грузоперевозках, запомните вот эту тему. Вот эту дорогу. Очень хорошая дорога. Аэропорт здесь какой-то у них. Да, для горной дороги, ребят, я просто в шоке еду. 65-70 миль через Апалачи проехать. Оно не везде 70 миль на равнине бывает. Бывает часто 65. Вот тебе 64-й интерстейт. Активно пользуйтесь, если вам надо попасть в Вирджинию или из Вирджинии на Средний Запад. В районе Вирджиния, Западная Вирджиния, Кентаке. Ну или рядышком там будете, если где. Имейте в виду эту дорогу. Очень хорошо ехать через горы. Ну вот, вы видите, я сейчас... Это я все в гору поднимаюсь. Я еще не поднялся, ребят. Час, наверное, или полтора поднимаюсь в гору. Вот по такой красивой, хорошей дороге. Вот у меня тахометр показывает 2400 оборотов. То есть такой спокойненький подъем идет и все. Скорость 68 миль в час у меня сейчас. Сказка. А по 33 ехал. У меня там есть видео, посмотрите. Месяц назад. О, я ночью там ехал. О, я мучился. Заправки, пожалуйста, есть. Я переживал, что может заправок не быть. Все, есть. Заправочки есть. Объявление было... Ребят, очередное включение. Объявление было все траки. Скорость не выше 45 миль в час. 7% уклон. Западная Вирджиния. Ай-64. Отличная дорога. Проехал один очень высокий большой мост громадный. Там высота была страшная. Реально. Я даже не знаю, как они смогли такой высоты построить. Не стал уже камеру снимать, потому что очень быстро на него влетел. И он такой, что не видно. Там как бы... Когда голову поворачиваешь, понимаешь. А на камеру не видно, что высота большая. Как бы там краев не видно. Ой, что-то я разогнался. Смог вовремя притормозить. Под уклон пошла дорога. Глотаю. Уши заложила, как в самолете. Два раза вот. Сглотнул как бы и уши отпустила. Теперь стали спускаться. Run away truck ramp. Вон там для безопасности сделаны эти рукава. Если у трака отказали тормоза, то нырять надо, ребят, в этот рукав. Делают такие вправо рукав. И дорога начинает как бы вверх подыматься. И ты останавливаешься за счет силы тяжести. Вот через полмили будет. Наверное, сейчас удастся показать. Да, пошел спуск хороший. Очень красивая дорога. Надо здесь прокатить мою Оксаночку, жену, и Кристиночку, дочь. Они здесь не были. Они не знают, что можно по 64-й. Они знают там, особенно Кристинка, что есть такая 64-я, соединяет. Но они здесь не ездили ни разу. Мы ездили всей семьей там по более мелким дорогам. По более коротким. И они более мелкие, более крутые подъемы. А здесь шикарная дорога с очень красивыми видами. Такая она более масштабная, более скоростная. Открыл ею для себя, не знал, не знал. Красиво, красиво. Вот сейчас направо, смотрите, уходит полоса. Вот она пошла направо полоса белесая. И вот дальше грунтовочка пошла, по-моему, да? Ну такая плохо асфальтированная. И вот он рукав пошел наверх, 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 наверх. И вы останавливаетесь как бы. Если у вас тормоза отказали. Не дай бог. Красиво. Я вообще не знал. Но я знал эту 64-ю. Я всегда хотел по ней проехать. А потом думаю, да до нее ехать. Там вроде надо чуть-чуть спуститься от Харисанбурга до Лексингтона. Там где-то 40, наверное, миль. И потом по 64-й попадаешь вроде там на Западную Вирджинию, на Чарлстон. А зачем мне ехать 40 миль, спускаться? Я могу на Чарлстон попасть и по 33-й. А 33-я узкая. Иногда одна полоса и все. В одну, одна полоса в другую. И очень извилистая, и очень крутая. Там и надо... Машина переключается буквально местами на первую передачу. Настолько крутые там подъемы, спуски. И едешь там все время переживаешь. Как бы напрягаешься, переживаешь. Оксане моей не очень нравится. Боится так она как бы ездить. А вот это шикарная автомагистраль такая. Прям современная. Едешь вообще нормально. Вот один мост только там переехать. Глаза так закрыть надо как бы. Но вперед себя смотреть. Если в сторону смотришь, там очень громадная высота. Где-то километр длиной. Там ущелье такое, громадное ущелье. Очень глубокое, высокое. И не стали они дорогу делать вниз, а потом вверх. Они просто громадный, очень высокий мост проложили. Но если голову направо-налево не поворачивать, там тоже, по-моему, две или три полосы в одну сторону и так же обратно. То есть широкий там громадный такой мост. То ты его быстро проскакиваешь там за 30 секунд и все. И остальное вот не напрягаешься и едешь нормально. Лексингтон, Вирджиния, 102 майла, 102 мили. Красиво, красиво здесь, ребят, очень. Я представляю, лето, май. Апрель, май. Июнь, июль. Когда здесь все цветет. Полевые горные цветы. Трава. Солнце светит. Солнечная погода. Представляю, как здесь красиво. Надо сюда съездить летом. Просто вот так проехаться. Зайти потом куда-нибудь покушать. Проехаться по этой дороге очень красиво. Как будто ты где-то в Альбах, в Швейцарии. Я не ожидал, что... Какого-то хорька сбили. Всегда мне жалко. Я не ожидал, что так красиво, ребят. Очень красиво. У кого будет возможность проехаться по этой дороге? Ну, мало ли, будете по делам ехать. Или путешествовать. И будет стоять вопрос. Что поехать, не поехать по Ай-64 между Вирджинией и Западной Вирджинией. Проедьте, не пожалеете. Очень красиво запоминается. Надо будет летом здесь съездить. Всеրей застанет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Останов.